Вот этот пост в фейсбуке сделал простого слесаря Инфоксводоканала Сергея Ермакова настоящим героем. Очевидец рассказала, что отважный мужчина четырежды бросился в огонь, чтобы достать газовые баллоны, которые могли взорваться и обрушить старенькую двухэтажку. На следующее утро Сергей принимал заслуженную награду и денежную премию из рук своего руководства. Я сегодня узнал, что произошло такое ЧП, знал, что находится наша машина там, но потом мне доложили, что был наш сотрудник, который очень чутко подошел ко всем этим вещам, не побоялся, пошел, выполнил, я считаю, свой гражданский долг. Сам же Сергей себя героем не считает и рассказал все подробности, из которых следует, что пост очевидца уж слишком эмоционален, а заслуга слесаря несколько преувеличена. Мужчина говорит, что их ремонтная бригада находилась неподалеку, когда прибежал торговец из кафе и попросил помочь вытянуть газовые баллоны. В огонь он зашел всего один раз и вынес один баллон, остальные вытащили другие люди. Я взял первый баллон, они остались там в заведении, ну так, зашел, пламя было такое хорошее, нормально, ну единственное, что плюс, что, ну этот работник, он успел немножко к выходу подтянуть эти баллоны, он как бы сообразил и, по-моему, закрыл кран. Ну и за мной вышел, вышел потом уже работник, тоже с баллоном, и еще там парень задержался чуть-чуть, и у меня уже третий баллон, я его не видел, он был немножко обгоревший. Мужчина говорит, что пожарные на месте оказались очень быстро и его помощь уже не понадобилась. Он благодарен прохожим, которые помогали, а спасение дома от взрыва считает их общей заслугой. В то же время на месте пожара сейчас тихо, кафе не работает, а местные говорят о том, что ущерб невелик. Пол тонкий, и оно огонь прожег, получается, и перекрытие напольное с поднизу. Я успел пожарникам сказать, что здесь есть черный выход, они сразу же рукав сюда кинули, начали проливать уже потолок. Они начали тушить и сбивать, чтобы не начал гореть маслянолео. Вас залило? Нет, вода не достала, у нас просто пепел, гарь вот это, и оно начало сбоку со стороны кухни за плиты подниматься уже. И они успели вовремя сбить пламя, и оно как бы только закоптило. Вероятно, кафе либо переедет, либо закроется на ремонт. Мы как раз застали процесс погрузки мебели в машину. Не на камеру местные говорят, что особых проблем кафе не доставляло, но не будут противиться его окончательному переезду. Так спокойнее, да и запах фастфуда не будет витать в воздухе. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.